Наверное, вы уже видели, у многих христиан распространена звезда Давидова. Ну, ее почему-то так называют, звезду Давидова. Хотел бы, чтобы вы сегодня подумали, а какое вообще отношение эта звезда имеет к Давиду? Ведь ни в Евангелии, ни в Ветхом Завете мы не находим, чтобы у Давида была какая-то особенная звезда. Звезда Давида, так называемая, не имеет никакого прямого отношения к Давиду. У нас нет ни в Евангелии, ни в Законе Моисея таких сведений. Но, интересно, откуда же произошла эта звезда? Имеет ли она прямое отношение вообще к Израилю? На мой взгляд, что древний символ Израиля – это не звезда, так называемая Давидова. На мой взгляд, что более всего к Израилю подходит древний символ – это минора. Семисвечник. Но что нам говорит Писание о какой-либо звезде, и чтобы она была каким-то образом связана с Израилем? В книге Амоса 5.26 говорится, или 5.25 говорится, что вы носили скинию Молохова и приняли, носили звезду Бога вашего Римфана. Так говорится в Ветхом Завете. Также в книге Деяний говорится, 7.43, что Израиль носил и принял звезду Бога своего Римфана. Так вот, Бог Римфан – это не был Бог Израиля. Но звезда этого Бога Римфана была каким-то образом связана с Израилем. Так у меня вопрос. Не носите ли вы сегодня, христиане, у себя на шее звезду Бога Римфана? Не вешаете ли вы в своих церквях и домах звезду Бога Римфана? Я изучил этот вопрос, я пытался искать с разных источников в интернете хоть какое-то объяснение, чтобы эта звезда каким-то образом была связана вообще с Давидом. Я не нашел ни одного источника. Много, масса всяких предположений. Но в Ветхом и в Новом Завете говорится об одной звезде – это звезда Римфана. Подумайте, а может быть вы у себя на шее и в своей церкви носитесь со звездой Римфана? Римфана. Римфана.